Говорит Радио Свобода у микрофона Иван Толстой. В сегодняшнем выпуске «Поверх барьеров» две темы. Во второй половине часа размышления об иностранном радиовещании ветерана Радио Свобода и «Голоса Америки» Марка Помара. Начнём с другой темы. Новая беседа любителей русского слова с Борисом Парамоновым посвящена сегодня сразу двум фигурам – поэтам Павлу Антокольскому и Владимиру Луговскому. Интересное совпадение имеет место. 1 июля – юбилей двух советских поэтов. 125 лет со дня рождения Павла Антокольского и 120 лет Владимиру Луговскому. В один день довелось обоим родиться – 1 июля – и одну судьбу испытать. Нелёгкую, прямо сказать, судьбу советских поэтов. Борис Михайлович, а так ли тяжела была их судьба? И Луговской, и Антокольский прожили жизнь вполне благополучную. Будучи оба современниками революции, никаких особенных бед они не испытали, главной беды избежали, не были репрессированы. А ведь происхождение оба были подозрительного, не пролетарского и не крестьянского. Были они оба самой настоящей мелкой буржуазии, да ещё в особо злокачественном обличье старорежимных интеллигентов. Отец Луговского – преподаватель классической гимназии. До революции это была весьма привилегированная каста, не сравнить с советскими учителями. Отец Антокольского – присяжный поверенный, адвокат. Вот деталь. Отец Луговского знал 12 языков, да и сына кое-чему выучил. Современника Луговского, вместе с ним бывавшие за границей, в один голос отмечали, что он норовил всё время от группы ускользнуть. Зная языки, общался с иностранцами, так сказать, в индивидуальном порядке. Это черта именно довоенного времени, 20-х, начало 30-х годов, когда не было ещё жёсткого контроля и слежения за советскими людьми за границей. Ну вот и давайте вернёмся к теме судьбы советского поэта. Дело ведь не в том, пускали кого-то за границу, а если пускали, то как следили. Дело во внутренней жизни и судьбе. Главная опасность для советских поэтов в том состояла, что им предписывалось быть советскими. Творчество бралось в идеологические шоры. Оно изначально не было свободным. Давайте уточним слово «изначально». В самом начале 20-х годов ещё была, возможно, свободная поэтическая работа. Да, конечно. У Луговского это сказалось в том, что первоначальные его темы традиционно русские. Герои его всякого рода бродяги и ушкуйники. Русские богатыри с разбойничьей закваской. И в этом уже революция чувствуется. Ну вот давайте кое-что прочтём из очень раннего Луговского. Вот это хотя бы. Дорога идёт от широких мечей, от сечи и плена Игорева, от белых ночей, малютиных палачей, от этой тоски невыговоренной, от белых поповин в поповском саду, от смертного духа Морозного, от синих чертей, шевелящих в аду царя Иоанна Грозного, от башен, запоров и рвов и кремлей, от лика Рублёвской Троицы. И нет ещё стран на зелёной земле, где мог бы я сыном пристроиться. И глухо стучащее сердце моё с рождения в рабы ей продано. Мне страшно назвать даже имя её, свирепое имя Родины. Во как! Не только ещё ничего советского нет, но и исконно русское берётся с неким свирепым минусом. Иоанн Грозный поминается. А вот и Пётр Великий в том же ряду. Стихотворение «Начало века» 1924 года. Смолкает баталий воинственный топот, Взвивается флаг на фрегате, Отчаянием сушат кромешные топи И ладят корявые гати. Россия храпит, как кобыла на корде, Шагают в мундирной рате, И люто кривит сатанинскую морду, Огромный, как смерть император. И борок ограды, и веси объемлет, И рокот стрелецкий замер, Ползут в Петербурге на русскую землю Заморские звери кунсткамер. Пророчатся войны и мор человекам, Великие смуты и трусы. И дан гороскоп приходящему веку Самим чернокнижникам Брюсом. И скрипом колесным В ночи зарычали Раскольные волжские тропы, Но к пристаням Невским Кидают причалы Костлявые руки Европы. Но валит народ С топором и рубанком, Но камень ложится на камень, Но Русь выворачивается наизнанку Плотничьими руками, Но прядает ветер Полночных утопий, Но глубь измирается лотом, И словно к всемирным Готовясь потопом Роятся эскадры и флоты. И тканский челнок Порождает полотна, И пушку куют в арсенале. Вот это начало Историй холодных О самом крутейшем начале. Что вы скажете о Луговском На этих двух примерах? Можно уже судить о поэте? Еще не совсем. Мне, например, В стихотворении о Петре Лезет в ухо пастернаковский ритм Его пастернаковского Стихотворения о Петре. О, как он велик был, Как сеткой конвульсий Покрылись железные щеки, Когда на Петрова глаза Навернулись, Слезя их болота высокие. Но чего нельзя отрицать, Даже у самого раннего Луговского, Это голос. Голос был. Интонация была, Хотя бы и заемная. Чувствуется Некая природная, Органическая сила. Ноты, может быть, и чужие, Но голос есть, И голос свой. А интересно, Что у советского Номинально поэта Представление о начале Какой-то новой, То есть по революционной жизни Связывается опять же с Петром. Вот здесь сказывается Культурность Луговского, О которой мы уже упоминали. Он явно помнил Что-то еще, Кроме октября 1917 года. Но длилось это недолго. Год-два, И Луговской запел о том же, Что и все. Гражданская война, Красные конники, И прочий реквизит В тогдашней советской поэзии. А дальше все пошло, Как и надо, По советскому календарю. После конников Трактористы. Луговской называл это Большевикам пустыни и весны. Это название его Аж четырех книг Начало тридцатых. И, овладев советской тематикой, Луговской утратил Свой индивидуальный голос. Вернее, голос-то остался И громкий, Зычный, Но такой же, Как у других. Берешь поэзию Уже начало тридцатых И не понять, Кто пишет, Луговской, Багрицкий Или Тихонов. Хронологически Тихонов был первым, И можно сказать, Что это под него Стали писать Молодые советские поэты, Если бы при этом Сам Тихонов Был полностью самостоятельен. Но ведь он От Гумилёва идёт. Вот это, мне кажется, Нужно всячески подчеркнуть. Очень важный момент. В движении поэзии Идеология Играет второстепенную роль. Берут не идеологию, А поэтику. Гумилёв уж точно Не был красным кавалеристом, Но советские молодые Писали именно под него. Милитарный окрас Брался в первую очередь. И соответствующие рифмы. А вот давайте Такую гумилятину возьмём У Луговского. Как рокот железных Уключен, Как звон Пароходных снастей, Тот ветер Простой и колючий, Бегущий гулять и свистеть, И каждая сажа Нербата, И каждая дверь В воротах, Сегодня, Как шкуна пирата, Плывущего Ночь коротать. И стомой Забытой Детской Клубком Закипающих Брызг Бесчинствует Виск Молодецкий Извозчика Пьяного Вдрызг. Но город Сдаётся Напору, Сумятицы Ветру Крутнее И месяц Отчаянно Шпорит, Болтаясь На дымном Коне. Тот Конь Волосатый Чалый, Кормлённый Сосцами Морей, Куда моё Сердце Отчалит Родиться Или Умереть. И сюда же, Ребята Гадают Загадки, Как Ладно И правильно Жить. Иди По дорогам Негладким И мчись Напрямик Безоглядки, Как пули Лучи И стрижи. Я нахожу Ещё одну Заимствованную Интонацию Луговского, Помимо Общеромантическо-тихоровской. Это Интонация Маяковского. Она им ушла. Сам Луговской Был человек Громадного роста, Выше Маяковского. И голос у него Был могучий. И довольно часто У него получалось Подмаяковского. Например, Стихотворение «Делатель вещей», Которое мне нравится. Вот Несколько Строф Оттуда. Не плакать, Не хныкать, Не ныть, Не бояться, Но челюстью Стиснуть до боли, Но кровью Печатать В сердцах Прокламаций Сухой Человеческой Воли. Один Поглощает Наплывы Крана, Мечная О Пальмовом Береге, Другой Громоздит Ленокольным Цараном Стеклянные Плиты Айсберга, Один Говорит, Говорит До рассвета О радости И о покое Другой Копошится Разбитым Скелетом В равнине Больничных Коек. Ни пуля, Ни голод, Ни смерть, Ни болезнь На хмурный Лоб Не утишит. Кто крепко Решил задыхаться И лезть, Тот Лезет Как можно Выше, Тот Буром Вопьется В кромешную Копь, Тот В биологическом Студне Под микроскопом Отыщет Дробь Бацилла Чимовых Будней, Он встанет На стройке Как техник И жмот Трясясь Над кривыми Продукцией Он Тощими Пальцами Дело Нажмет Он Сдохнет Другие Найдутся Не спится Ему Конденсация Сил В мозгу Телеграфом Стрекочет И прыгает Мысли Как лицо И шасси В ухабах Подушечных Кочек Стакан В изголовье Звенит Как звонок В руках Председателя Ночи Хронометр Считает Количество Строк Он Также Безжалостно Точен Хронометр Сдается Минуты Губя Под утро Его заводят А этот Лежащий Заводит Себя Глухим Нетерпением Заводов К нему В обработку Идут Горюны Народец От скучи Зловещий Он делает Длинное Дело Страны Он делает Нужные Вещи На волнах Радио Свобода В выпуске Поверх Барьеров Беседы Любителей Русского Слова С Борисом Парамоновым У микрофона Иван Толстой Сегодня Антокольский И Луговской Стихи раннего Луговского По-моему Явно выигрывают Когда он Не касается Никакой Советской Идеологии Лежащины Они Абстрактно Выразительные В группе Которой Принежал Тогда Луговской Это Назвалось Конструктивизм И стихи Луговского Сделались Заметно Хуже Когда он Владел Советской Тематикой Всеми Этими Трактористами Механиками А потом И пограничниками Вот тут Его и записали В нишу Луговской Мол Поэт Оборонной Тематики Был тогда Такой термин И он Стал Изо всех сил Этому Навязанному Образу Соответствовать Песня о ветре Знаменитая Стихотворение Ничуть не лучше Десятков других У нашего поэта Луговской Повторяю Стал играть В красноармейца В красного командира И даже Не только в стихах Но и в жизни Ходил в военном Собогат И протупеях Брови Соболины Ихмурил Все об этих бровях Писали Он красивый Был мужчина И вот тут Ждал его крах И не поэтический А жизненный Посмотрим Выявить Выявить Главное Героическое Начало Поэзии Луговского Он считался Поэтом Мужества Константин Симонов Творчество Которого Многим Обязано Луговскому Писал о своем Учителе Он понимал И поддерживал В нас то Что было Самым дорогим Для нас самих Веру В людское Мужество В мужскую Дружбу В солдатское Товарищество В то Что поэзия Не существует Без дальних Дорог Без испытаний Без трудностей Без волн моря И песка пустынь Без твердого выбора С кем ты И против кого Конец цитаты Верные слова Поэзия Луговского Воспитала Предвоенное Поколение Солдатами Но сам поэт Не стал солдатом О его Нервном Заболевании И жизнь В эвакуации Писалась Или глухо Или тактично Двусмысленно Луговской Сломался Морально Ведь физически Немногим Отличались от него Эренбург Копиев Или Михаил Светлов Тот же Константин Симонов Вспоминает Луговской Был тяжело Болен Физически Но я почувствовал И меру Его морального Потрясения Это совершенно Не ввязалось Для меня С тем обликом Который Складывался В моем сознании До того Много лет Это достаточно Корректно Написано И туманно При этом Пойди догадайся Что там На деле Происходило А дело Было так Луговского В начале Войны Послали на фронт Среди прочих Военных Газельщиков И по дороге Его состав Попал под Бомбежку Луговской Ее не выдержал У него Случился Истерический Припадок Произошла Серьезная Психологическая Травма Он потерял Лицо Ни в каком Фронте Речи уже Не могло быть Отправили Его В Ташкент Вначале Вроде бы В Дагестан Его Имидж Был в раз И навсегда Потерян Какое уж там Командирское Мужество На фоне Травматического Психоза И хочешь Не хочешь Но обозначилась Необходимость Менять Самый его Поэтический Строй Надо сказать Что Луговскому Это удалось С 42 Года Начиная Он стал писать Цикл поэм Получивший Название В середине Века Все они Написаны Бел Безрифм Пятистопным Ямбом Появилась Медитативная Интонация Стихи Стали Размышлениями Как бы Философическими О жизни Судьбе Истории Это Неплохие Стихи И они В свое время Вызвали Интерес Даже у Молодых Поэтов Известно Что ими Увлекся Иосиф Бродский Есть свидетельства Луговску Умер Совсем Не старым 56 Но вот Другой Нынешний Юбиляр Павел Антокольский Прожил Мафусаилов Век Умер Под 90 И написал Много Работал Активно До самой Седой Старости Когда Читаешь Антокольского Это его Изобилие Начинает Узомлять И дело Не просто В количестве Стихи Его по Манере Однообразные Он мало Менялся Можно сказать Не менялся Вообще Нашел Свою Манеру И Пребывал В ней С самого Начала До Самого Конца Надо сказать Что эта Его манера Сильно Ему Помогла В смысле Советской Цензуры Он Как бы В стороне От острых Вопросов Современности Оказался И Вописал В основном На западном Причем Историческом Материале Чтобы Как-то Соответствовать Брал Темы Историко-революционные Любимые Его герои Деятели Великой Французской Революции Одна Его Драматическая Поэма Пьеса В стихах Называется Сункилот И Горгона Вторая Такая Пьеса О Франсуа Вийоне Герой Не только Поэт Но вор Разбойник Что давало Революционную Окраску На Руси Это еще С Бакунина Пошло Искать Революционное Начало В криминалитете Кстати Борис Михайлович Извините Что я перебиваю Ведь Антокольский Человек Очень связанный С миром Театра Он и начинал В театре В студии Вахтангова Еще при жизни Мэтра У Цветаевой В повести О Сонечке Много написано Об этом Да Как же Ее паблик В этом мемуаре Сопоминается Не меньше Чем Юрочка То есть Завадский Симпатичный Образ возникает В отличие От Юрочки Надо сказать Нет в мире искусства Ничего более Противоположного Чем поэт И актер Мандельштамовская мысль И вот актер Слишком чувствуется У Антокольского Он выпирает Из поэта Подменить его Пытается И вот эта театральность Нескрываемая Установка На маску Мешает Стихам Антокольского Вообще-то Очень неплохим Эффектным Нарядным Но в том-то и дело Что эти Эффектность И нарядность Опять же Театром отдают Но есть Антокольского Стихи Преодолевающие Эту природную Что ли Его установку И тогда В них Появляется Даже трагическое Звучание Вот его Стихотворение Очень меня Впечатлившее В тот год В тот год Когда вселенную Вселили Насильно В тесноту Жил их квартир Как жил ты Сохранил ли память Или ее тепло В печурки превратил Ты помнишь Ты помнишь Нечего жалеть И нежить Жги Есть один лишь выход Дымоход Залай дым Твоя смешная нежить Твоя смешная немочь Дон Кихот Век начался Он голодал По волшям Тифосный жар Был как В других планет Кто был ничем Тот станет Но ты должен Поверить Ибо больше Правды нет Она придет Как женщина И голод Все чем ты жил Несчадно И стремя Она возьмет Одной рукой Голой Одной жаждой Жить Возьмет тебя И ты ответишь Ей Ночами схимы Бессонницей Надбурить цифр И схем Клянясь губами Жаркими Сухими Не изменять ей Никогда Ни с кем Замечательно И вы знаете Иван Кич Что самое Так сказать Смешное Я эти стихи Помню с детства Когда они Мне попались Помнится В журнале Огонек В сороковые годы Запомнились Эти схемы И схемы И когда сейчас Перечитал То и вспомнил То давнее впечатление Это действительно Событие Когда стихи Впечатляют И как раз Именно словами Искусно выбранными Ведь о чем Это стихотворение О том Что людям Насильно Навязали Некую Единственную правду Единственно верное Ленинское учение Вот-вот Эту единственную правду Надо принимать И верить В нее Тогда как Свойство Главное Правды То что Она не бывает Единой И неделимой Единственную правду Не найти И искать ее Не стоит Только на пакости По дороге Давно уже было сказано Веровать Это слишком серьезно А художнику Приличествует Игра И не единую Истину Ему требуется Найти А дать Через себя Высказаться Всем персонажам Вовлеченным В эту Художественную игру Эта игра Эта ирония Художника Не портит Если не требует Отказа От его Главного И единственного Дела Однокольскому Случалось Бить поклоны Чужим богам Но он Не делал Из этого Ни триумфа Ни трагедия Он не изменял Своему искусству Небольшому Но подлинному И был он все-таки Нехаристом Но солистом Знакомство с ним Оставляет чувство Удовлетворенности Многого Не обещал Но и не обманул Ну и какое-нибудь Общее заключение Касающееся Обоих поэтов Если возможно Увы возможно Это и плохо Что возможен Общий знаменатель Под который Подводится Января Не вся Советская поэзия Этот общий знаменатель Советская власть Будь она неладна Коммунистическая Идеология Которую Требовалось Разделять Или по крайней мере Делать вид Что разделяешь Ведь вполне возможно Представить Обоих сегодняшних Наших поэтов Вне советской Идеологии Власти От них Ничего бы не убыло Пустыню И тем более весну Можно воспевать День без большевиков Вот как Киплинг В Англии делал И весь этот Подсекнутый Мужской строй Ранней советской Поэзии Он от Киплинга Идет А не от Марксизма Ленинизма Имеет место Литературная Детерминация А не идеологическая Дало идеологию Да здравствует Чистая поэзия Но ведь Киплинг был И британский Империализм был И бремя Белого человека Так тем более Это работает И в нашем случае В советском Помогает понять Что тут Не освобождение Колоний Происходило А создание Нового Советского Империализма Как говорит Английская пословица Не бросайтесь С камнями Живя В стеклянном доме На волнах Радио Свобода Выслушали Беседу Любителей Русского Слова С Борисом Парамоновым Посвященную Сегодня Павлу Антокольскому И Владимиру Луговскому Выпуск Поверх барьеров У микрофона Иван Толстой Продолжаем Программу И навещание Холодной войны В 70-е годы В руководстве Радио Свобода Было немало Словистов Специалистов По русской Истории И культуре Один из них Марк Помер Написавший О той поре Холодной войны Мемуарную Книгу Книга В свет Еще не вышла Но я уже Пригласил Марка Поговорить О тех временах Когда он Был у руля И свободы И голоса Америки Марк Расскажите Пожалуйста О том Что собой Представляла Философия Так сказать Американского Иновещания Как Америка Официальная Америка Америка Политическая Америка Государственная Смотрела На задачи Радиовещания Все страны Кто только мог Обещали По радио В 30-е годы Единственная Страна Которая Не ввела И навещание Была Америка И хотя Приходили К Рузвельту Его советники Говорили Знаете Все-таки Нам бы Нужно было Тоже что-то Ну составить Все-таки Вот Наступает Война Возможная Нам нужно Голос свой Проявлять Рузвельт Отклонял По разным Причинам Главным образом Потому что Это считалась Работа Частных Компаний Вот Американские Частные Компании Медийные Они Передавали Программы За границу Но они Были В основном Развлекательные И только Только Когда Началась Война Советник Рузвельта Роберт Шервуд Очень интересный Между прочим Человек В американской Истории Драматург Писатель Который Уговорил Рузвельта Что нам Нужно Составить Какое-то И навещание На Европу Все-таки Война Вот Началась И тогда Голос Америки Был создан И то Иностранцами Вы знаете Тут очень интересно Я работал Над этим Когда писал Книгу В основном Работали Французы Немцы И так далее Потому что Они могли Вещать На разных языках Что тоже Нужно Нашим Слушателям Сказать Что не было Русского Вещания Поскольку Советский Союз Был союзником Соединенных Штатов И Препятствовал Любым Передачам На русском Языке Администрация Рузвельта Отклонила Включение Русских Передач Во время Второй Мировой Войны Так что Возвращаясь К философии Философия Была Вынуждена В общем Войной И чтобы Составить И передать Американские Ценности И тут тоже Очень интересный Момент Потому что Голос Америки Решил Что они Только забоюют Хорошую часть Слушателей Процент слушателей Если они будут Передавать Только то Что произошло Правду И первые слова Голос Америки Очень замениты Сказали На немецком языке Мы вам будем Говорить то Что произошло Иногда Новости Будут Нам Не нравятся Будут Плохие Новости Для нас Иногда Они будут Хорошие Иногда Мы будем Сообщать О наших Потерях Иногда О наших Победах Но мы Вам Скажем Правду Это были Первые Первые Слова Голоса Америки На немецком Языке И я думаю В какой-то степени Они характеризуют По сегодняшний День То что Мы Отличаемся От других Инообещаний Мы Стараемся По мере Возможности Четко Передавать Новости Так как Они Есть Но тут Вопрос Большой Так что Я готов На разные Аспекты Этого вопроса Отвечать Если у вас Есть какие-то Определенные Моменты Мы можем Их Более подробно Обсудить Да Конечно Весь этот Круг Вопросов Это Огромный Мир И Беседовать Можно Бесконечно Это Целые Университетские Курсы Можно Построить Отвечая На Подобные Вопросы И тем Не менее Мне хотелось Бы Задать Один Очень Общий Вопрос Если Позволите Это Вопрос Об Идеях И Ценностях Что Вы Можете Назвать Среди Самых Важных Самых Принципиальных Идеи И Ценностей Которые Америка Хотела Донести До своих Слушателей Ну Я уже Упомянул Что Новости Всегда Считались Так сказать Очень К ним Подходили Осторожно Чтобы Не было Каких-то Слухов Чтобы Можно было Подтвердить То что Передается И Всегда Обращал Внимание На то Что Новости Нельзя С ними Пропагандировать Или Бог знает Что Передавать И Я могу Привести Пример Даже Такой Ну Забавный Пример Если Хотите 80-х Годов Когда Президент Рейган Который Очень Поддерживал Радиостанцию И Очень В силу И В значение Радиообещания Как-то Думая Что Микрофон Выключен Чтобы Проверить Слух И так Далее Он Сказал Такую Глупую Шутку Я Сегодня Аннулировал Советский Союз Будем Бомбить Советский Союз Что-то В этом Роде И Конечно Тут Разразился Колоссальный Скандал В Америке Местная Пресса Подхватила Она Вообще Относилась Конечно К Рейгану Подозрительно Наша Либеральная Пресса И Это Была Новость И Ко мне Позвонил Директор Русской Службы Голос Америки Я тогда Позглавлял Голос Америки Что мы Будем Делать Я Что Сделать Мы Будем Передавать Новости Так Как Передают Новости По всему Миру И по всей Америке И несмотря на то Что мы Объяснили Что это Конечно Была Глупая Шутка Что Мы Ни в коем Случа Не Подтверждаем Что Советский Союз Подлежит Какой-то Бомбардировке Но Принцип Был В этом Маленьком Случа Очень Характерный Что Если Это Новости Идут В Америке То Голос Америки Не Может Не Их Передавать Даже Если Оно Выглядит Глупо И даже Если Ставит Президента В глупое Положение Так же Такой Маленький Пример Того К чему Мы Старались Всегда Придерживаться Помимо Новостей Я думаю Тут Есть Тоже Определенное Американское Понятие Что Демократия Это Ценная Вещь И Нужно Принципы Демократии Как-то Передавать Остальному Миру Что Это То Что Как сказал Я могу Даже Процитировать Президента Байта Что он Он сказал Путину Что я не могу Не поднять Вопрос О правах Человека Потому что Права Человека Являются Основной Характеристикой Нашей культуры И страны Поэтому я должен При каждой Встрече Поднять Вопрос О правах Человека Вот это Сказано Было Байденом Путину Где-то В общем Существует Во всех Основных Передачах Радиовещания Потому что Они где-то Отражают Те ценности Как нам Они представляются Которые Характеризуют Описывать Америку И ее Философию Внешнюю Политику И ценности Хорошо Тогда я Хочу задать Вопрос О технологиях Известно Что Большая часть Западных Радиостанций Глушилась В Советском Союзе Не все Не 100% Станции И не 100% Времени Были периоды Когда Некоторые станции И Голос Америки И Би-Би-Си И немецкая волна И прочие Не глушились Но свобода Глушилась Всегда Все 100% Времени С 1 марта 1953 года И как известно До 29 ноября 88 года Но О свободе О существовании Свободы Знали все Слушатели В Советском Союзе Вообще Все люди О том Что существует Такая радиосвобода На нее рисовали Карикатуры Ее упоминали В прессе И так далее То есть Народ знал Что свобода Радиосвобода Есть И знал О ней Прежде всего Из советской печати Что это Станция Подрывная Вот такое вот Словосочетание Подрывная Станция Свобода Это было такое Известное Пропагандистское Клише Которое Усвоилось Памятью Наших граждан Мой вопрос Вам Что вы Понимали И понимаете Под словом Подрывная Станция А может быть Действительно Была какая-то Правота И правда На стороне Советских Политиков Которые Обвиняли Америку В подрывной Деятельности Может быть Что-то Было Таки Подрывное В действиях Свободы И Американской Вот такой Внешней Политики Направленной Через И навещание Нужно Начать С того Что Имеет Ввиду Человек Под понятием Подрывная То есть Если Взять Советскую Цензуру Которая Обще Определяла Что можно Чего нельзя Говорить В прессе И так далее Это конечно Мы подрывали Советскую Цензуру То есть Мы Как раз Вещали И говорили О темах О людях Которые Советская Цензура Запрещала В этом смысле Конечно Да Мы подрывали Контроль Советской Цензуры Над информацией В Советском Союзе Но Если Учитывать Что Подрывная Является Каким-то Образом Освергнуть Режим Начать Революцию То конечно Это был бы Абсурд Потому что Никто К этому Не призывал И никто Об этом Даже И не Мечтал Что Какую-то Революцию Произвести И так далее Это было бы И даже Вообще Может быть В начале Еще 50-х Годах Были бы Сказывания Иммигрантов О том Как хорошо Было бы Чтобы Режим Сталина И потом Режим Советский Исчез Но Уже В мое Время В 80-е Годы Никто Так Не Рассуждал И В общем Относились И Всегда Было Определенное Корректное Отношение К советской Власти Помню Как-то На радиостанции Семовода Была такая Сатира На Ленина День рождения Ленина Они передали Такую Забавную Сатиру И вызвало В американских Кругах Это неправильно Так Нельзя поступать Это неуважительно Мы не можем Так Это не отражает Американские ценности Издеваться Над Ленином Так что Был такой Корректный Подход Но Если считать Что Мы подрывали Вот эту Тотальную Систему Цензуры То конечно Мы это делали И это умышленно Делали Мы наоборот Мы просматривали Очень тщательно Кого Советский Союз Отключил О ком Нельзя Говорить Примеров Было много Художники Артисты Галина Пишневская Которую Вообще Обошли так Что она вообще Исчезла Из истории Большого Театра Мы конечно Об этом Много Передавали Или когда Кто-то Эмигрировал И его Произведения Больше не Упоминали Советские Кази Мы проводили Интервью Так что Мы всегда Выискивали Те моменты Которые Мы считали Обогащали Русскую Культуру Но которые Замолчивали Или обходили Советском Союзе Марк Вы Возглавляли И Голос Америки И были В руководстве Свободы Давайте Сравним Эти два Средства Массовой Информации Почему Голос Америки Государственная А свобода Частная Станция Опять все Это сводится К истории Голос Америки Как я уже Упомянул Был создан Во время Второй Мировой Войне И потом Русская служба Только появилась В 47 Году Когда Холодная Война В общем Уже Себя Проявила И После того Как Би-би-си Начал Бещать Голос Америки По-русски Тоже Начал Бещать В то Время Было Много Иммигрантов Беженцев В Германии Могли бы И способны Были Готовы Были Помогать Американцам В Холодной Войне И у Кеннона Джорджа Кеннона Знаменитого Дипломата Писателя Ученого Было Предложение Почему Не Использовать Силы Желания Таланты Вот этих Беженцев Они не Иммигранты Они в общем Беженцы Были И почему Не создать Институты Для изучения Советского Союза Восточной Европы И обещать На языках Восточной Союза Я думаю Это просто Мое предположение Что Чтобы не Доказывать В Конгрессе Почему нам Нужно Две радиостанции Легче Было Ее Как бы Выдвинуть Под Игидой ЦРУ Как Проект Который Не нужно Было Каждый год Отстаивать В Конгрессе И доказывать Ее значение И почему Нам нужно Две радиостанции И так далее Так что Это был такой Бюрократический Ход Я думаю В конце 40-х В начале 50-х Чтобы создать Радиостанцию Которая Четко Не была Американской То есть Если посмотреть Документы Которые Были Тогда Написаны Целью Радиостанции Свобода Это была Станция Иммигрантов Станция Русских Вещающих В Россию Поляков Польшу И так далее А не Американская Единственное Что было Написано Что Взгляды Высказанные Радиожурналистами Не шли В противорез Американской Политике То есть Не нужно было Поддерживать Американскую Политику Не нужно было Ее хвалить Не нужно было Ее описнять Это была Радиостанция Для Русских И Голоса Были Русские Так что Философия Была Иная Подход Был Иной И поэтому Радиостанции В общем Отличались Хотя В мое Время Восьмидесятые Годы Я бы сказал Что Они гораздо Более Были Похожи Чем Может быть Предыдущие Десятилетия Марк А какие Существовали Инструкции Для Менеджеров Радио Свобода Существовал ли Какой-то Круг Или список Вопросов Обязательных Для освещения И Существовали ли Какие-то Запреты В разные Периоды По-разному Я думаю Что где-то Всегда Руководство Радиостанции Отражало Администрацию Которая В то время Рассказала Администрация Соединенных Штатов Так что Во время Детанта Конечно Был Упор Скорее Хотя Радиостанция Я должен признаться Если послушать Программы Продолжала Свои программы Независимо От Общей Политики Но было Конечно Давление Может быть По-иному Сказать Когда пришел Рейган К власти Открылось Гораздо Больше Свободы Передавать На разные Темы О национализме О религии То есть Пришел Джордж Бейли Как директор Русской службы Свободы Который Дружил С Максимовым Дружил С континентом И поэтому Авторы Которые Может быть В 80-е годы Как-то Их отклоняли В 80-е годы Им был Полный ход Чтобы участвовать В программах Так что Были вот эти моменты Но я думаю Голосы Они гораздо Строже Строже Придерживались То есть Во время Детантов Я читал Документы Где Скажем Запрещали Проводить Интервью С Солженицын В 70-е годы Один сотрудник Голоса Америки Даже Договорился Привести интервью С Солженицын Только он Приземлился В Европе В 70-е годы Когда его Выслали Из Советского Союза Ему Голос Америки Начальство Сказало Нет Это провокация Мы не можем Позволить Чтобы Вы проводили Интервью Только можете Передавать Солженицы То что Западная пресса О нем пишет Вот такой был Забавный Случай А на свободе Пожалуйста Можно было Спокойно Передавать Передавать Его произведения Интервью И так далее Когда Пришел к власти Рейган Это четко Изменилось Я как раз Тогда поступил На работу В 83-м году В Голос Америки И мы могли Свободно Любого Диссидента Приглашать В студию И проводить С ними интервью Или с ней интервью Говорить о любой теме У нас было гораздо больше Свободы В 80-е Чем у Голоса было Скажем В 70-е годы Во время Детанта На волнах Радио Свобода В выпуске Поверх барьеров И навещание Холодной войны Беседа с ветераном Свободы И Голос Америки Марком Помором Одним из руководителей И навещания Тех лет Некоторые Мемуаристы И на бумаге И в устных разговорах Высказывают Такое мнение Что На свободе Приветствовались Темы Правозащитные Как известно И многие Диссидентские книги Читались в эфир И диссиденты Приглашались В качестве Собеседников И работали Фрилансерами Но вот в штат Большую часть Диссидентов Не брали Это миф Или что-то За этим стоит Я думаю Что для Американского Начальства Которое Вообще Всегда Очень Волновало Что там Иммигранты Делают И скажут И так далее Считалось Что поскольку Они уже Диссиденты Были в Советском Союзе Они будут Только Свою точку Зрения Проводить На радиостанции И не будут Учитывать Разные Другие мнения Хороший Журналист В американском Понятии Должен В общем Освещать Все аспекты А не проводить Одну только Политику Или одну Точку Зрения Хотя Были Я могу Привести Пример Того же Эдварда Кузнецова Который Был у нас Директором Новостей На свободе И проводил Свою программу Которого Были Очень четкие Представления О том Что происходит В советском Зрении Так что Это не совсем Было Сто процентно Но как Принцип А считалось А вот Как фрилансеров Это удобно И они им платили Так что Люди жили Относительно Хорошо Работая Фрилансером Фигура Солженицына Радио Свобода В отличие От большинства Других Западных Радиостанций Передающих Свои программы На русском языке Радио Свобода Передавала Все книги Солженицына От первой Страницы До последней Все буквы Написанные Солженицыным В его больших Книгах В его романах А также Во всех Принципиально Важных Статьях Были Прочитаны В эфир Абсолютно Все Сто процентов Тем не менее Солженицын Радио Свобода Не любил С чем По-вашему Это было Связано Не с тем Лишь Что он Называл Свободу Антирусской Станции Были ли у него Для этого Основания Солженицын Фигура Сложная Интересная Я могу Начать с того Что мне Удалось У меня Была возможность Провести с ним Три дня В 80-е годы Когда я Поехал Вормонт И он Не читал Три дня Главы Из Августа 14-го Столыпинские Главы Которые Мы потом Голосе Америки Передавали Так что у меня Была возможность В общем С ним Познакомиться Проводить Вечер Общаться Я должен Сказать Что он Человек Был Очень Сложно Было Его сразу Так Понять Вот Я С ним Познакомился Первый Час Он Только Мне Задавал Вопросы И то Строго Свидел Затем Правильно Я отвечаю Или нет Он вообще Я думаю Судя по тому Что я читал И общаясь С ним Он читал Что вполне Нормально Чтобы Свобода Передавала Его работы Потому что Все-таки Он Лареат Нобелевской Кремии Он Знаменитый Писатель Его Произведение Заслуживали Но что Его я думаю Раздражало Это мое Личное Соображение Что На свободе Были люди Которые Строили Свою Карьеру Как Антисолженицын Философы Я имею Ввиду Того же Вадима Белотерковского Янова И еще Другие Которые Как раз Подчеркивали То Что Вот видите Это неправильный Подход Он Националист Он Антисемит И так далее И они Продолжали Работать На свободе И печатали Статьи В разных Публикациях Которые Были Очень Антисолженицы На настроении Это Первое И он Считал Что Как Они Могли Работать На свободе А вот Видите Его Так Не Суправили Во К Во-вторых Он Недолюбливал Третью Волную Мегас Он Считал Что Они Приехали По Экономическим Соображениям Они Приехали Хорошо Жить И вдруг Появившись За границей Они Вдруг Стали Экспертами По России По российской Истории Он Считал Что Он Выстрадал Своё Положение В русской Истории Он Воевал В войне Он Просидел В гулаге Он Всю Жизнь Изучал Русский Он Голос Россия А эти Люди Он Считал Воспользовались Тем Что Они Эмигрировали И вдруг Стали Великими Экспертами О том Что Россия Должна Делать И чем Она Должна Заниматься Его Лично Раздражала Вот Эта Третья Волна И он Ассоциировал Третью Волну Со Свободой Были Конечно Волосы Америки Представители Но Как правило Журналисты Голоса Америки Не печатали Статьи В разных Журналах Высказывая Свои Политические Соображения Все-таки Считалось Если ты Сотрудник Американского Правительства И все Были Федеральные Сотрудники То Печататься И высказывать Политические Мнения Не полагалось И поэтому Не было Вот этого Антагонизма Между Сотрудниками Голоса Америки Солженицына Как были Между Солженицыным И некоторыми Сотрудниками Свободы Я так Объясняю Но Конечно Наверное Были и другие Случа Которые Я просто Не знаю Марк А что Знали И что Думали Простые Именно Что простые Американцы Не чиновники Чиновникам Полагается Что-то знать Простые Американцы О свободе В 70-е И 80-е Годы Вообще Знали ли О станции Думали ли Говорили ли О ней Вы знаете Очень мало Знали Те кто Знали Обычно Относились Как ни странно Отрицательно Это какая-то Программа ЦРУ Была слушать программа Было очень трудно Вообще Услышать Не говоря о том Что если живешь В Америке Или в Европе Вообще Их не услышишь Поэтому Мало знали Про них Ну вот Про Алистеринский Отдел Было Высокое Общее Мнение И я Даже Был Сказал Даже Не только Тогда Но сейчас Я могу Привести Такой забавный Пример Я просматривал Последний номер Foreign Affairs Такой журнал Очень видный Журнал Американский О политике И заметил Что один Автор Знаменитый Профессор Политолог В Америке Характеризовал Свободу Очень поверхностно И неправильно Просто сказал А какая-то была Пропаганда Американская В 70-е годы По радиостанции Свободы Я ему сразу Написал Между прочим Письмо То есть По имейлу Скал Слушай Ты не совсем Знаешь И понимаешь Что такое Свобода Я тебе готов Объяснить Так что даже Теперь Можно встретить Американцев Которые считают Себя великими Специалистами По Советскому Союзу По российско-американским Отношениям Которые все-таки Мало-мало Знают О свободе И о передачах Свободы И делают Выводы Которые Не соответствуют Действительности Интересно А верят ли И насколько Глубоко Верят Американцы Сейчас В то что Долгий Кропотливый Труд Демократического Просвещения Может принести Свои плоды В России Насколько Уверены Американцы В том что Эта деятельность Плодотворна Я думаю Сейчас Это под большим Сомнением То есть Я помню Вот этот момент В конце Восьмидесятых Начало Девяностых Когда нам всем Включая меня Всем нам казалось Что вот-вот Демократия Везде Процветает И в Восточной Европе И в Бывшем Союзе И в Латинской Америке И в Азии То есть Был такое Ощущение Что это Это течение Будущего Что страны Стремятся К демократии Ну по-своему Может быть Они отличаются Друг от друга Но тем не менее Вот эта Свобода Которая проявляется Через демократическую Систему Правительства Как-то охватывает Большую часть мира Сейчас Это конечно Прошло И я думаю В данный момент Наоборот Такой кризис На Западе Является ли Демократия Будущей И сможет ли Она Противодействовать Автократии Которая возникает Во многих странах Которая В первую очередь И в Китае И в России Сейчас Где демократия Под Сильной критикой Где Считается Что она Слабая Жила И так далее Так что Я думаю Сейчас Вы не найдете Многих Которые бы Считали Что Передачи Приведут К какой-то Демократии Завтра Или послезавтра Но Раньше Периоды Это Это Было Вполне Нормальный Подход Наш Я сам В этом Участвовал И сам Может быть Наивно Верил Что Демократия Будет Просветать А вот В этом Положении Разочарование Которое Наблюдается Сегодня В этом Положении Была ли Какая-то Если Не вина То Ошибка Допущена Со стороны Радио Свободы И вообще Со стороны Западных Радио Голосов Западной Иностранной Политики Вы имеете Ввиду Время Холодной Войны Или Теперь Но Вот Когда Произошел Тот Слом Который Привел К Сегодняшнему Разочарованию К Сегодняшнему Кризису Я Конечно Не могу В двух Трех Словах Ответить Почему Кризис Произошел То есть Много Есть Причин Включая Американскую Политику Я могу Добавить Которая Тоже Внутренняя Наша Американская Политика Много Подорвала Как раз Веру Демократию И ее Способности Решать Проблемы И так далее Мне трудно Судить Программы Свободы Свободной Европы И Голос Америки Последние Там Десять лет Я слушаю Отдельные Программы Но я Не слежу За всеми Поэтому Мне трудно Судить Но Я скажу Что Восьмидесятые Годы Мы Не так Стремились Мы не считали Что демократия Появится В Советском Союзе Но мы Как раз Верили В силу Властности Открытости Свободы И считали Что если Мы будем Как-то Содействовать Этому В темные Времена Начало Восьмидесятых Скажем В середине Восьмидесятых То мы Что-то полезное Принесем Русскому Народу То есть Мы Ставили Цели Не такие Высокие Демократия И перемена Власти Нет Мы старались Просто Где-то Питать И поддерживать Что мы Считали Такая Многообразная Русская Культура И политическая Жизнь И мы Как-то Хотели Этому Содействовать Поэтому Когда появилась Вот Глазность И политика Глазности Мы чувствовали Что вот Наконец Как-то Мы Вписываемся В общую Политику Которую Старался Привести Тогда Карпачок Но о демократии Мы даже И не мечтали Тогда Я думаю Что это было бы Слишком Слишком высоко Для нас Даже стремиться К этому Многие люди Особенно те Которые Не вслушиваются А если вслушиваются То не критически Размышляют На эти темы При упоминании Радио Свобода Отмахиваются И говорят А пропаганда А что Марк Вы понимаете Под словом Пропаганда Пропаганду Можно В общем Определить Таким образом Что когда Вы передаете Какую-то Историю Новости Вы умалчиваете Определенные Моменты Подчеркиваете Другие И создаете Искаженную Картину Того Что происходит И в основном Пропаганда Это связано С такими Новостями И с текущими Событиями Если вы Передаете Новости И передаете То, что Произошло Вы как Профессиональный Журналист Обязаны Осветить Все точки Зрения Которые Связаны С этим Событием Если же Вы уже Переходите К мнениям К определенным Программам Вы можете Выделять Те моменты Которые Вы считаете Более важными И тогда У вас Другого рода Программа Она не пропаганда Но вы Безусловно Передаете Одну Интерпретацию Которую Вы стараетесь Как-то Правильно Характеризовать Так что В новостях Пропаганды Не должно быть И мы Старались Как можно Чтобы ее Никогда не было В программах В программах В программах Которые Были Скажем На такие Темы Как Права Человека Историю То если Вы Поддерживали Или вы Считали Что Советский Союз Или Сталинский Режим Имел Какие-то Положительные Качества То конечно Вас могло Раздражать То что Мы Выкладывали Ту Часть Или Те моменты Истории Которые Противоречили Но если Придерживаться К фактам И подходить Спокойно И нормально То пропаганды Как такого Не было И мой Последний Вопрос Марк Долго ли Ждать Еще выхода Вашей книги О свободе Ну Я уже Книга Издательство Приняло Проходит Редактирование Сейчас Из-за Коронавируса Мне говорят Все с опозданием Выходит Что на 4 месяца Что на 6 месяцев Но Книга Выйдет Через Наверное Ну в начале Я надеюсь 22 Будущего Года И В этой книге Я стараюсь Как раз Привести Пример И ответить На разные Вопросы Которые Вы подняли Здесь И поговорить О конкретных Моментах Где мне кажется Свобода И голос Америки Сыграли Важную роль Во время Холодной войны Марк Помор И навещание Холодной войны Беседой С ветераном Свободы И голоса Америки Мы заканчиваем Выпуск Поверх Барьеров Над которым Работали Режиссер Наталья Аркадьева И редактор Иван Толстой Грани Времени Еженедельная Программа Радио Свобода Мы подводим Итоги Недели Главные События Глазами Наших Корреспондентов Смотрим И обсуждаем Сюжеты Я Автор и ведущий Мумин Шакиров И мой приглашенный Гость Слушайте Сразу после Выпуска Новостей